Ребятки, всем здорова! Вы на канале Семя на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в новый влог с небольшой предысторией, это будут, так сказать, кадры из прошлого, вот, и наше настоящее, что сейчас происходит. В общем, присаживайтесь поудобней и погнали! 25 сентября мы собрали машину, прыгнули в тачку и отправились из Краснодара, Московской области, именно в Подольск. Нам нужно было решить ряд бумажных вопросов, такие как прописка, получение статуса многодетства, удостоверение, куча разных льгот, всякие примочки и плюшки, в общем, очень много бумажной вологиты. Одно из которых было очень важно для нас, это получить загранпаспорт Мирону, и по прописке его сделать гораздо быстрее. Собственно, об этом и выпуск. Ну что, дамы и господа, можете поздравить нас, точнее, наверное, даже не нас, но насто, что наконец-то мы это сделали. Ну а Мирончик, потому что он теперь прописан, так же, как и мы все, в Московской области. Ну такой он, короче, теперь замкадыш. Так, ну все, теперь за компьютером, и первое, что нужно сделать, это загранник, потому что эта процедура дольше всего будет делаться. В первую очередь сейчас подаю туда документы. Так, походу я все сделал, видите, подразделение выбрал, и можно отправить заявление. Итак, пробуем, нажимаем. Пшикс. Заявление отправлено. Процедура займет до одного месяца. Я очень надеюсь, что так как ребенок, так сказать, он новый человек, с пустой, чистой историей, что не будет месяца. Я думаю, что неделя-две, и возможно, мы уже получим. Ну посмотрим. Что касается загранника, сделали, пригласили уже на сверку документов, но смысл заключает в следующем, что пригласили аж на 19-е. Я вот хочу сейчас попробовать сделать все копии, подготовить то, что они сказали с тобой принести, прям в наглую пойти туда, и договориться, что прям либо сегодня, либо завтра нас приняли, объяснить ситуацию, что там типа уезжать, бла-бла-бла. Ну посмотрим. Ничего, я сделал копии максимально всего, сделал фотки, надеюсь, все подойдет, и надеюсь, сейчас меня примут. Пойдемте, попытаем счастье. Грустно как-то, потому что ничего не получилось, сказали нет. Вот строго число получается, когда назначили, тогда и нужно приходить. Вот, и даже если сейчас там они меня пропустят, то на ускорение это никак не влияет. Говорят, что ровно месяц. Ну ладно, окей, тогда будем ждать. Но, конечно, все очень долго. Я причем так думал, что старого образца он будет все равно побыстрее делать, потому что мне надо всяких телограмм вот этих вот, чипов и так далее. Вот, но нет. Значит, я ошибся. Ну посмотрим, все равно засекем от момента подачи и до самого получения, сколько у нас шло, ровно месяц или все-таки будет чуть поменьше. Посмотрим. А сегодня же 19 октября. И как, наверное, вы помните из предыдущих выпусков, в эту дату мы должны явиться в МВД, ну точнее я, по сверке документов насчет загранника Мирона. Вот, там предоставить надо фотки. Потом нужно еще паспорт, свидетельство о рождении. Вот. И посмотрим, через сколько нам выдадут. Я напомню, мы подавали на старого образца на 5 лет. Слушайте, ну первое, конечно, очень круто, что вообще все быстро, быстро сверлили документы, там взяли фотографии, копии. Вот. Но не порадовало другое. Это то, что вот сегодня 19 октября, и она говорит, что срок готовности будет только аж 6 ноября. Это капец как долго. Ну вот вообще капец. Это столько времени получается еще тут сидеть тусоваться. Но она, как сказала, типа, если будет раньше готов, то уведомление придет. А так 6 ноября. Беги, Вася, беги. Фу, аж запыхался. Короче, вы себе не представляете. Сижу, значит, монтирую выпуск. Пацанам на канал. И мне на почту приходит вот это вот уведомление. Если вы помните из предыдущих выпусков, нам говорили, что ориентировочно 6 ноября будет готов паспорт. Смысл заключается в том, почему я бегу, что сегодня суббота, время 15.40, а они выдают до 16. И, конечно, я прям резко не думав подскочил, впрыгнул в одежду и бегом сюда. Да, уже подхожу, я надеюсь, мне сейчас выдадут. Слушайте, это что-то невозможное. Я получил паспорт к Мирону. И хочу сказать, что это было непросто, потому что приходить в такую организацию по живой очереди за 15 минут до окончания работы, это жесть. Передо мной было человек еще 6, и она уже все закрыла окошко и сказала, что я больше никого принимать не буду. В итоге пришла другая девушка. Я не знаю, мне кажется, это такой солнечный луч среди всех, кто там работает. Она очень добрая и отзывчивая, человечная. Я вот сколько приходил в эту конторку, она всегда мне помогала. Ну, типа, знаете, направляла, в какое окошко сходить. Вот. И в этот раз помогла нам троим, которые все равно остались и попросили. В итоге она выдала всем паспорт. И мне тоже. Ну и, собственно, то, что вот вы видели. Шоколадку. Это я просто по-быстрому сгонял. Купил отблагодарить, но, к сожалению, лично не дал, потому что она куда-то ушла. И вот вторая, которая закрыла окно там, она сказала, не знаю, куда-то отошла. Когда вернется, неизвестно, я простоял минут 10 и говорю, думаю, ладно, я пойду. Через эту передал. Класс. Я очень доволен, что это на неделе. Она завершилась именно получением паспорта, потому что мы это очень ждали. И в нем был затык, потому что, как я уже сказал ранее, говорили, что получим только лишь 6 ноября. Время уже 5 вечера. А это значит, что нам нужно в ближайшие прям часы собраться, упаковать машину по-максимальному. И завтра утром уже мы отправляемся в путь. Снова в длинную дорогу. Я надеюсь, что все детки наши будут готовы. Мы заряжены, потому что мы уже засиделись здесь, в Подольске. Мы с 27 сентября. Почти целый месяц мы провели здесь, но не просто так. Основной момент, конечно, это сделать, так сказать, экспрессом паспорт за грани к Мирончику. Потому что, если бы мы делали это из Краснодара, то нам ждать 3-4 месяца. Это очень долго. Плюс, конечно, мы его прописали, сделали удостоверение многодессы. Короче, куча-куча-куча сделали дел. Посмотрите в плейлисте, который так и называется «Москва». У нас на самом деле не так много вещей. В принципе, вот это вот, только нужно очень красиво и аккуратно сложить. И все, и мы будем собраны. Так, давайте немножко расскажу. Может быть, будет полезно. Значит, у нас наш чемодан один, где помещаемся все мы, Насенька, я и пацаны. Артемка и Родион. Вот. Ну, правда, сейчас все аккуратно надо будет сложить. Далее у нас вот такая вот сумка. Мы покупали при переезде в Сочи в Краснодар. Большая. Это полностью сумка Мирона. Но, правда, она забитая была наполовину, когда мы сюда ехали. Еще такая же, только маленькая сумка. Сюда мы складывали мокрые вещи, которые не успели высохнуть, да, когда мы сюда поехали. Но, скорее всего, у нас будут еще такие и отсюда. Вот. Вот. Еще есть вот такая сумка, такая сумочка от коляски идет. Первой необходимости. Ну, типа здесь памперс, пеленка, полотенце и штаны запасные. Вот. Ну, короче, теперь это все нужно превратить в цивильность. Ну, и, собственно, вот что у нас получилось. Это чистый мокрюкзак техника. Здесь наши все документы. Как я говорил, уже чемодан с вещами. Здесь у нас откуда не возьмись появились уже грязные вещи. Ну, еще будут. Здесь у нас же малыш. Здесь зимние два комбинезона мы с собой брали, которые только один пригодился. Эта сумка еще немножко подзабьется. Здесь Мирона. Здесь наш любимый пеленальный вот такой столик надувной с матрасиком. Вот. И сюда еще набьем еду. Все. Все вот это можно уносить в машину. Так, и с вечера мы, значит, всегда вот так вот готовим стопки. Это пацанам, это мне, это Настеньке. С вечера приготовили, и все, утром встали, впрыгнули и в путь. Собираемся, и мама тут собрала свои заначки все. О, лечо, компоты, мед, горошки ее любимые, сайру, салат. Ну, как будто бы в Краснодаре вот консерв нету. Так, смотрите, какую красоту нам мамулька решила сделать в дорогу. Это сосиски втесить. Здесь, конечно, не знаю, их так много, что, наверное, хватит до Забайкаля доехать, до Краснодара. Да, в общем, получился целый пакет. Нет, это пакет, это прям сумка с банками, повидло, там, лечо, всякое такое. Вот так вот. На ночь глядя, иду грузить машину. В общем, на самом деле, сейчас вечером половину дел делаю. Гружу багажник, перекидываю кресло, расставляю воду, детям ложу игрушки. И все, утро можно просто будет сесть в тачку, остатки закидывать в багажник и ехать. Вот это вторая партия. В общем, задача на сегодня выспаться. Я очень надеюсь, что Мирончик нам позволит это сделать, ведь завтра дальняя дорога. Вот мы очень постараемся рано встать и пораньше выехать. Все, всех обнял. Спокойной ночи.